Здравствуйте! С вами Марина Романюк. В ближайшие полчаса расскажу вам о том, чем запомнилась уходящая неделя. Николай Любимов досрочно покинул пост губернатора региона. Временно исполняющий обязанности Павел Малков уже в Лизане. Он провел первое заседание правительства и пообщался с журналистами. Теннис большой. В Академии Озерова международное соревнование среди линеров. Мы побывали на полуфинале. Искусство вечно. Детям из седьмой школы искусств добавили мест. О расширении учебного заведения расскажем далее. Все четыре якобы моих аккаунта в сети Телеграм фейковые. Тем не менее, вопросы, поступающие от граждан, мы проанализируем. Об этом сегодня заявил в Рио губернатор Рязанской области Павел Малков на первой встрече с журналистами области. Кроме того, он заверил, что поспешных кадровых решений принимать пока не будет. Максим Васильев подробнее. Первое для себя заседание правительства Павел Малков начинает с первого поручения. Минсельхозу. По оперативному решению всех вопросов, связанных с посевной. Рязань в этом смысле сейчас у Кремля на хорошем счету. Чуть позже, на встрече с журналистами, Павел Малков разъяснил такую вот щепетильность по каждому вопросу повестки. Сегодня провели первое заседание правительства области. В основном оно было посвящено вопросам антикризисных мер поддержки жителей, поддержки экономики, исполнению поручений президента и федерального правительства. Но наша задача это обеспечить исполнение всех этих решений, в том числе довести средства до всех, кому они адресованы. Никаких поспешных кадровых перестановок в Рио губернатора делать пока не намерен. Я всегда за эволюцию и последовательную работу прокомментировал Павел Малков свое решение. Люди главная ценность, что называется махать шашкой, не в его принципах. Здесь вот главный критерий для каждого – это профессионализм, обучаемость, работа в команде, проактивность и честность. Резких кадровых решений, изменений не будет. Мне надо вникнуть в каждый вопрос и понять вклад каждого члена правительства, прежде чем принимать какие-то серьезные кадровые решения. Поэтому постепенно. Инвестиционный климат – сегодня первый номер повестки дня, вероятной и будущей стратегии развития Рязанской области. Время новых возможностей, по словам руководителя региона, лучший способ для изменений с опорой, разумеется, на базовые секторы экономики. Акцент, конечно, будет сделан на сильных сторонах региона. Это промышленно-сельское хозяйство, туризм, строительный сектор, инновационные технологии. И в целом максимально благоприятные условия для привлечения инвестиций и развития территории, но включая, конечно же, формирование комфортной среды проживания. Из личных впечатлений о Рязани – это богатейшая история и радушия рязанцев. Для семьи Павла Малкова назначение в область было неожиданным, но это крепкий тыл и поддержка, с которой, кстати, местные политики в информационном поле, похоже, переусердствовали. Ни один из четырех телеграм-каналов в Рио губернатора не принадлежит. Их появление Павел Малков прокомментировал с юмором. Все, о чем писали жители, все проанализировали, все это будет использоваться, то есть пойдет только на пользу. Единственное, конечно, что немного огорчило – это орфографические ошибки в якобы моих текстах. Вот коллеги, с которыми я раньше работал, прекрасно знают, насколько я чувствительно отношусь к русскому языку. Поэтому вот это немного огорчило. Но что касается использования современных коммуникаций и технологий, конечно же, будем использовать в полной мере. Запустим телеграм-канал, я думаю, что сегодня уже можно это будет сделать, чтобы исправить эту ситуацию. Мне очень важно знать, чем живут люди в области, что их волнует, и какие предложения у них есть по развитию Рязанской области. Этим заявлением Павел Малков закончил первый свой рязанский брифинг и добавил – средства коммуникации буду использовать максимально. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Филиал детской школы искусств номер 7 открыли на улице Новоселов. Дашково-Песочне – один из самых густонаселенных микрорайонов города. И открытие филиала стало подарком для детей, мечтавших помимо школы изучать разные виды искусств. В филиале будет оркестровое направление, отделение народных инструментов, а также живопись и хореография. Открытие филиала детской школы искусств номер 7 в Песочне было по-настоящему долгожданно. На протяжении нескольких лет в новом корпусе Новоселова 58, корпус 7 шел ремонт. Там строители оборудовали для занятий учебные кабинеты, хореографический и актовый зал. По федеральным программам здесь уже закупили музыкальное оборудование больше, чем на 3 миллиона рублей. В новом филиале будут заниматься примерно 250 человек. Наша школа насчитывает 925 учащихся, и поэтому помещения нам, конечно, не хватает. И это дополнительное помещение помогает разгрузить учебный процесс. И потом этот район очень густонаселенный. Здесь много детей, которые хотят обучаться в детской школе искусств. Они долго ждали, когда откроется наше здание. И сегодня мы открываем его. Будем принимать еще детей. Штат педагогов у нас укомплектован. У нас очень хорошие преподаватели. У нас есть много достижений. Победы в различных конкурсах, в том числе международных. И мы ждем новых учащихся. Детская школа искусств номер 7 была открыта в 1985 году и первоначально она была музыкальной. Спустя 7 лет появилось художественное отделение, а еще через 14 – хореографическое. В этом году из городского бюджета выделены деньги на разработку проектно-сметной документации для возведения здания на 1100 мест. Много времени занял ему с 18-го года. По крупицам вкладывались в муниципальное образование. Город Рязань всеми силами. Очень хотелось, чтобы эта школа существовала в новом, обновленном, в таком вот виде. Мы за то, чтобы дальше школа стала огромной, большой, шикарной и потрясла всех с вами учениками, которые, я уверена, подвигают, продвигают культуру. Количество выпускников этой школы уже перевалило за 2000. В школе действует 20 творческих коллективов, два из которых – «Рязанские самоцветы» и фольклорный ансамбль «Горница» – носят гордое название образцовых. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Первый детский арт-фестиваль стартовал в Рязанской областной библиотеке Горького на этой неделе. Продлится он 10 дней, и организаторы – известные уже несколько десятилетий студия «Колибри». Подробности расскажем. Конкурсы, мастер-классы от рязанских художников – открытые уроки преподавателей студии «Колибри», которая почти на неделю практически переедет в библиотеку. В ближайшие 10 дней ознакомиться и прикоснуться к творчеству известнейшей детской школы-студии может любой желающий абсолютно бесплатно. Дом как сад и сад как дом. Идет речь, конечно, не о садоводстве и не о зданиях, а о мироздании. Потому что мира нам сейчас всем-всем очень хочется. Чтобы мир был в семье, мир в городе, в стране, во всем мире. Стартовал арт-фестиваль с открытия сразу двух выставок на первом и втором этажах библиотеки. «В истории «Колибри» это самая грандиозная выставка. Потому что здесь около 200 работ. Больше, гораздо 120-130. Мы еще не успели посчитать, сколько у нас авторов. У некоторых по 2-3 работы. Поэтому это для нас тоже событие». На открытии ученики Людмилы Львовны, которые сегодня известны в городе люди, Андрей Кашаев анализирует, как удается студии столько лет хранить волшебство и делиться им с окружающими. Людмила Львовна, она совсем не меняется. Это сплошная доброта, это вдохновение, это способность проникнуть в душу ребенка и развивать ее, приносить тем, кто с ней общается радость. Поэтому студия «Колибри» и то, что ученики делают, это великолепно. Радостная, беззаботная суета, шедевральные и, главное, узнаваемые по почерку студии работы в залах. Ощущение праздника, весны, пробуждения, детский смех и ясные глаза юных творцов. Эта атмосфера будет царить в библиотеке в ближайшие 10 дней. Ознакомиться с расписанием можно в социальных сетях студии «Колибри» и областной Горьковской библиотеки. Новости спорта далее. Кубок Озерова среди юниоров и юниорок проходит в эти дни в Рязани в Академии тенниса. Соревнования, несмотря ни на что, международные, а спортсмены показывают высочайший уровень. Убедилась в этом наша съемочная группа. 18-летней теннисистке Арине Бабенко на Кубке Озерова волею жеребия досталась сильная соперница. Уже именитая среди юниоров Дарья Шаточнева. Это сейчас Арина понимает, что недооценила визави. Недонастроилась, поэтому игры кубка для нее закончены. Как в одиночном, так и в парном разрядах. В обоих выбыла в первом круге. Теперь, говорит, главное взять себя в руки и продолжать тренировки. После прошедших матчей я провела анализ своих игр и буду работать над ошибками. Всего в Кубке Озерова участвуют 67 спортсменов из почти 40 городов России. Турнир по теннису в категории до 19 в этот раз сильно изменился. Во-первых, 2022 год юбилейный. Вековая дата со дня рождения Николая Озерова. Поэтому атмосфера была торжественной. А во-вторых, другим стал и сам формат. После известных событий вместо международного он стал всероссийским. Однако и без этого состав участников оказался представительным. По меркам юниоров, разумеется. Это последний турнир перед уходом девочек и мальчиков-профессионалов. И через этот турнир прошли все наши, можно сказать, выдающиеся теннисисты. Это Сафин, Сафина, Кафельников, Тементьева, Мыскина. Ну и многие-многие другие. Поэтому, честно говоря, мы гордимся этим турниром. Рязань представляет 19 спортсменов из академии тенниса имени Озерова. Ребята не скрывали, что хорошо готовились и настраивались на игры. Однако играть им пришлось против лучших из лучших. Поэтому, если в прошлом году рязанцы на пьедестале стояли крепко, то в этом нашим парням и девушкам было трудновато. Говорят, с турнирной сеткой не повезло. Играли мы во всех сетках, в одиночках и в парах. Вот, я говорю, еще раз повторюсь, третье место уже девочек в паре. И сейчас за третьи ребята играют в паре тоже. Одиночки, ребята, вот самый лучший результат трое у нас в четвертьфинале. Проиграли вчера, к сожалению. Финальные матчи в субботу, 14 мая. И пусть рязанских спортсменов на корте мы, похоже, не увидим, борьба за призовые места обещает быть напряженной. Потому что победа здесь – это путевка в мир большого спорта. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Вспомним, как отпраздновали День Победы в Рязани. О вечерней части в нашем спецвыпуске, который можно увидеть на сайте и в группах в социальных сетях, мы не рассказывали. А в этом году масштабным гулянием не смог помешать даже проливной дождь. Вечером с Красной площади вернулись десантники, затем был праздничный концерт и завершилось все грандиозным салютом. 700 курсантов представляли в этом году Рязань на главном параде страны. Курсанты первого, второго и третьего курсов училища ВДВ, а также офицеры Рязанского, Гвардейского, Высшего воздушного десантного училища имени Маргелова. Воины прибыли с парада Победы на Красной площади и сразу по возвращению в Рязань прошли торжественным маршем по Первомайскому проспекту и площади Победы. Под строевые песни. А Николай Любимов на тот момент еще губернатор произнес напутственные слова. Время не сотрет народную память. Никто не отнимет у нас нашу победу. Она для нас священна и будет жить в грядущих поколениях. Всегда. Никто и никогда не заставит нас отказаться от своего прошлого, от своих корней и своих героев. В их честь сегодня по всей России и во многих других странах прошел бессмертный полк. Состоялись военные парады. Наши ветераны сегодня знают, что мы не позволим возродиться нацизму. Будем бороться с любыми его проявлениями. Также самоотверженно защищать и страну, и мирных людей. В память о выступлении на главном параде страны военным были вручены памятные знаки участнику парада в Москве на Красной площади. Также Николай Любимов передал для храма Рязанского десантного училища икону. Образ огненного вознесения пророка Ильи. Праздничные мероприятия на этом не закончились. Хедлайнером вечера стал артист Дмитрий Харатьян. Со сцены звучат песни военных лет. Слова их знакомы каждому. Так что рязанцы подхватывали строчки вслед за исполнителями. Очень здорово, очень приятно, когда зал с тобой вместе поет, когда все аплодируют, когда кричат. Людям всегда нужен праздник, тем более такой важный, такой серьезный для нашей страны, как 9 мая, День Победы. Национальный праздник, самый большой и самый значимый. Зритель очень хороший, добрый, теплый, отзывчивый. На такую публику всегда очень приятно работать. Такого формата предприятия обязательно нужны, тем более сложное для нас сейчас время для поддержки боевого духа. Торжества, посвященные Дню Победы, завершились традиционно. После концерта жители и гости города смогли полюбоваться праздничным салютом, который прогремел в небе над Рязанью. Причастными к празднику хотелось быть всем. Банк России подготовил фото-выставку под названием «История Победы». На ней можно узнать о памятных монетах с изображением событий Великой Отечественной войны. С атрибутикой Великой Отечественной выпущено большое количество монет СССР и Банка России. Первая была от Чеканина в 1965 году, к 20-летию Победы. Тираж ее 60 миллионов экземпляров. Тогда, как говорит Людмила Емельянова, она была почти в каждой советской семье. Выставка посвящена памятным монетам, которые выпускает Банк России, посвященных победе советского народа в Великой Отечественной войне. Тема Великой Отечественной войны в нумизматике представлена очень хорошо, очень широко. Первая монета, которая была выпущена после долгого перерыва в 1965 году, была посвящена к 20-летию Победы Великой Отечественной войны. На монете был изображен солдат, воин-освободитель, памятник, размещенный в Германии, в Берлине, в Трептовом парке. В этом году в честь 77-й годовщины Победы Банк России выпустил монету «Орден Победа». Лишь 17 человек в стране стали кавалерами этого ордена, трое из них дважды. Среди награжденных был и уроженец Рязанской области, маршал Советского Союза Кирилл Мерецков. Он родился в деревне Назарьево Рязанской губернии. Сегодня это Зарайский район Московской области. 3 сентября 1945 года Мерецков был награжден Высшим полководческим орденом Победа за выдающийся вклад в разгром Квантунской армии и победу над Японией. На нашей фотовыставке представлено всего 10 фотополотен. Все они посвящены датам юбилейным, но выпущены не так давно. 50-е, 65-е годовщины Победы. Монеты как из недрагоценных металлов – латуни, мельхиора, также из золота, из серебра. Можно посмотреть каждую монету подробно, подойти прочитать про эту монету, из какого металла она была выпущена, в каком году, какой тираж был монеты, а также краткую историю по этой монете. Художники-медальеры, когда создают свои работы, очень часто вдохновляются фотографиями, символами войны или поэтическими произведениями. На одной из монет, которая представлена на выставке, можно увидеть солдата, который очень похож на Василия Теркина из поэмы Твардовского. Тем, кто очень хочет, можно взглянуть вживую. Выставка в лесопарке проработает до 20 мая. Герман Гущин, Михаил Азоткин, телекомпания «Город». С начала года в Рязанской области обнаружили и изъяли всего 79 фальшивых банкнот. Это значительно меньше того объема, что был ранее. Самые популярные по-прежнему пятитысячные купюры. Спрос на подделку иностранных валют упал практически до нуля. Выявлена всего одна бумажка в 100 долларов. И в этом ракурсе уголовное дело в отношении жителей Рыбновского района приобретает приставку «Гипер». Большая часть подделок в Рязань приходит из Москвы. Об этом говорит статистика. Именно здесь пронырливые москвичи пытаются сбывать свои фальшивки. Получается, правда, не очень. Вот и на этот раз очередного хитреца взяли в Рыбновском районе. Работниками прокуратуры Рыбновского района в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 20-летнего уроженца Московской области, осуществившего приобретение и в последующем сбыт заведомо поддельных денежных средств. Молодым человеком совершено приобретение на территории города Москвы 17 поддельных билетов Центрального банка Российской Федерации и последующих сбыт на территории Рязанской области путем оплаты приобретаемых продуктов питания в магазинах на незначительные суммы. Отделался в итоге москвич пятью годами условно за 17 фальшивок. Самые популярные для подделок сегодня пятитысячные купюры. Двухтысячные, впрочем, отстают не сильно. В общем объеме их порядка 40%. В статистике есть даже одна пятирублевая монета. В Банке России решили напомнить основные правила идентификации банкнот. Получился своеобразный лайфхак. Банк России рекомендует оценить не менее трех защитных признаков на просвет, под углом и тактильно. Буквы «Билет Банка России» тактильно немножко выступают на бумаге. Также голографическое изображение на, допустим, тысячерублевой купюре тоже имеет свои оттенки, когда мы наклоняем или в одну, или в другую сторону. Также можно посмотреть на просвет, водяные денежные знаки. Понятно, что в магазине получить подделку шансы мизерные, а вот на рынке вполне. Три нехитрых манипуляции с купюрой сомнения развеют. Ну а если нет, ваш путь прямиком в первый попавшийся банк. Там все установят со скрупулезной точностью. На этой неделе завершился суд над Елатомским стрелком. Трагедия, произошедшая в апреле 2020-го, когда весь мир замер в крепких тисках пандемии и изоляции, молодой мужчина с ружьем застрелил пятерых. Какими были его мотивы, следствие и суд разбирались почти два года. 11 мая огласили приговор. Елась, Макасимовский район, 2020 год. Вечер 4 апреля, ближе к 10. Компания молодых людей во дворе еще не подозревает, что их роковая ошибка в том, что они оказались рядом с домом, вернее под окнами, где проживал 31-летний на тот момент Антон Франчиков. Мужчина оказался в сильно раздраженном состоянии, а потому громкие разговоры во дворе вывели его из себя. Судом установлено, что вечером 4 апреля 2020 года, в период времени с 21 часа 47 минут по 21 часа 57 минут, осужденный, находящийся по месту своего жительства в районном поселке Елатьма, услышав громкие голоса под окнами своей квартиры, вышел на балкон и увидел скандирующих в спортивной кричалке пятерых молодых людей. В результате высказанных осужденным замечаний в рубоформе между ним и погибшими произошел словесный конфликт. После этого Франчиков взял свое охотничье ружье «Вепрь», вышел в подъезд, где и встретил своих оппонентов. Прозвучали 4 выстрела. От полученных ранений трое скончались на месте происшествия, а супружеская пара выбежала на улицу, где осужденный произвел у них еще 3 выстрела, в том числе в голову молодому человеку. От полученных ранений супруги скончались на ступенях крыльца, ведущих в подъезд дома. Вину в инкриминированном вам преступлении не узнаете? Содельно, не рассказываетесь? Погибшая девушка была беременна. Франчикова задержали в тот же день. Его версии о мотивах были разнообразными. Сильное раздражение и шумная кампания, по его словам, вызвала потому, как громкие голоса мешали заснуть маленьким детям Франчикова. Оружье в подъезде он, по собственной версии, применял в качестве самообороны. Дескать, переживал за собственную жизнь. В ходе допросов он настаивал, что действовал в состоянии самообороны. Однако его доводы были опровергнуты собранными по делу доказательствами, в том числе и полученными в ходе проведения комплекса следственных экспериментов и судебных экспертиз. Действия мужчины квалифицированы как убийства, совершенные при отягчающих обстоятельствах. 11 мая в Рязанском областном суде зачитали приговор Франчикову. Убийцу приговорили к пожизненному заключению колонии особого режима. Колония особого режима является аналогом смертной казни и предполагает максимально жесткий режим содержания заключенного. Артист, поющий на обнаженном нерве человеческой души. Именно так отзываются о Геле Гурале, поклонники и музыканты. 25 мая в Рязани состоится его концерт. Артист приезжает к нам в город в третий раз. Приобрести билеты можно на сайте кассы.ру и в кассах филармонии. Не отрекаются любя. Песня, которую можно услышать на каждом концерте Гелы Гурале. У него своя особая манера исполнения, которая давно покорила зрителей. И все же для каждого города у артиста часто уникальная концертная программа. Собственные песни, мировые хиты. И всегда он поет их по-разному. В Рязань Гела приедет уже в третий раз. И рязанцы могут в этом убедиться вживую. Я был в Рязани в 2019 году. В этом зале пел. Сейчас, конечно, другая программа. Но мне очень понравилось, потому что акустика здесь прекрасная. И удовольствие просто петь. А зрители? А зрители очень теплые. Гела Гурале всегда собирает полные залы. Его выступлений зрители ждут с нетерпением. Чтобы услышать уникальный тенор Альтина, который еще в 2013 году стал открытием телепроекта «Голос», многие следуют за его гастрольными перемещениями из города в город. Гела первый за всю историю «Голоса», кто провел сольный концерт с полным аншлагом в 6 тысяч зрителей в Кремле. «Гелактика» – так зовут его фан-движение. Услышали мы Гелу на голосе. Естественно, голос ни на кого не похожий. И манера исполнения очень искренняя была и глубокая. И песни отличались от многих. И, в общем, первый концерт, например, я ездила из Москвы в Тулу. А здесь, в Рязани, второй раз. Была где-то года два назад. Вот шикарный зал в филармонии, вот камерный, с какой-то потрясающей акустикой. Просто как будто создан для «Голоса Гелы». Шикарный артист, с уникальным голосом. Любим его, ценим, уважаем, поддерживаем. Так будет всегда. Он необыкновенный. Необыкновенный вот во всем. И первое впечатление, когда в «Голосе» в программе я его увидела, просто сразу я поняла, что это что-то невероятное. И за этим надо смотреть, за этим надо следить. Подача, отношение к материалу, к профессии, отношение к зрителю, отношение к самому, что является сутью творчества. Это всегда полет, это всегда гармония, это всегда поиск, это всегда что-то новое, совершенно непредсказуемое. У Гелы Гуралия оригинальный репертуар. В основном это песни, написанные для него грузинскими и русскими композиторами, среди которых Александр Журбин, Константин Легостаев. Три хита подарил ему всемирно известный Джад Фридман, автор нетленки Уитни Хьюстон «Run to you». А еще он любит исполнять каверы. Гелы Гуралия поет на обнаженном нерве человеческой души, так говорят его фанаты, и добавляют, для нас он неповторимый. На этом у меня все новости. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин